Добрый вечер, ребята! Кар-кар-кар! Я бегу, бегу! Ой, всем привет! Ой, Филя! Ну какой ты неуклюжий, Филя, как слон! Я как слон? Да, слоны, знаешь, как топают? Как эти, как, так, 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 ну как слоны! А я, между прочим, тихо хожу, не топаю! Филя-кар-куша, по-моему, вы оба ошибаетесь! Чего это? И почему? Слонов, конечно, трудно назвать грациозными, они же очень большие! Но когда слон передвигается, он не топает ногами, а ходит совершенно бесшумно! Ха-а-а! Что вы такое говорите, Оксана? Ну как можно не топать такими огромными ногами? Вот так! И вообще, можно сказать, слон ходит, как балерина, на цыпочках! Слон? На цыпочках? Как балерина? Ой, Оксан, вы шутите? Вовсе нет! Сначала слон наступает на пальцы, ощупывая дорогу, потом осторожно опирается на ступню! Под тяжестью веса его ноги набухают, как подушки! И благодаря этим подушкам он идет не топая! Вот, посмотрите! Ха-ха-ха! Ой! А правда такие большие и так осторожно идут! Да, природа все очень мудро устроила! Ха-ха-ха! Вот здорово! И что, слон, он совсем-совсем никогда не топает? А вот это еще интересней! Слон может топнуть, когда ему нужно передать какую-нибудь важную информацию другим слонам! Кар, а я думала, для этого они ревут, трубят в хобот! И ревут, конечно! Но рев слона на большом расстоянии не услышишь! А вот топот его сородичи улавливают своими умными ногами за 50 километров! Ничего себе! Это получается, да? Они разговаривают ногами? Да! Таким образом они предупреждают об опасности или находят потерявшегося слоненка! Кар! Таким ногам! Позавидовать можно! Но вот прыгнуть на своих ногах-подушках слоны не могут! Как? Совсем-совсем не могут? Совсем-совсем! Они единственные животные, которые не могут прыгать! Ой! А вы знаете, почему листья зеленые? Нет! Ну, потому что лето, а летом все зеленые! Ты почти права, Каркуша! Дело в том, что зелеными листья делает хлорофилл! Это один из пигментов, который содержится в листьях! Один из чего? Из пигментов! Пигмент – это краситель! Понимаете? В листьях есть несколько красителей! И зеленый – это хлорофилл! Он самый яркий и сильный! Летом в листве его очень много! Так хорошо! С этим понятно! А что происходит с этим хлорофиллом осенью? Ты задал, Хрюша, очень правильный вопрос! Вот, смотрите! Дело в том, что осенью хлорофилл начинает разрушаться из-за недостатка солнечного света! И появляются другие пигменты в листьях – желтый, оранжевый, красный! Ух ты! Значит, все эти цвета все время находятся в одном листочке! Именно так! Родители о своих птенчиках сами хорошо заботятся! Знаете, какое теплое гнездо делает клёст в густых ветвях? Выстилает шерстью, покрывает пухом, чтобы птенцам было тепло-тепло! Ох, непросто, наверное, такое гнездо построить! Надо было летом птенцов выводить, как это все птицы в лесу делают! А птенцы у клестов как раз появляются зимой! Всегда! А почему? Холодно же и еды нет! Да! Зимой еды для них предостаточно! Вот, смотрите! Основная пища для клестов – это семена шишек! А созревают они как раз к зиме! Ну, надо же! Я и не знала, что шишки можно есть! Да! Мама-клест сидит в гнезде греет птенцов, а папа шелушит шишки, измельчает зерна для птенцов! Значит, Каркуш, ты действительно зря волновалась! У птичка все хорошо! Но все равно удивительно птицы зимой! Конечно, удивительно! А посмотрите, какой необычный у клеста клюв! Похож на сломанные ножницы! Да! Таким клювом легко шелушить шишки и вытаскивать семечки! Растрепанные шишки клест выбрасывает на землю! И семена, которые в них остались, достаются белкам и другим птицам! У которых нет такого клюва! Точно! Ну что, Каркуша, теперь ты спокойна? Теперь? Да! Ну тогда самое время смотреть мультфильм! Смотрим!